Максим Горецкий Максим Горецкий Семья хорошая была, трудолюбивая, старики уважительные были. Люди уважали их, янные люди уважали. Дети хорошие были. А про Максима Горецкого что рассказывали? Хороший хлопец он был в детстве, спокойный был и смешный, и всего было. Семья еще. Ну и я комик, он такой был. Шутливый мальчик. Хорошие тоже были они такие. Они не богатые, но среднякие такие в то время. Все начинается в семье. С самого детства Максим понял, что такое труд, из чего складывается непростая крестьянская жизнь. Дом был небольшой, но места хватало всем. Жили очень дружно. В этом доме любили музыку, любили песни, любили танцы. На музыкальных инструментах играл сам Максим Иванович Горецкий. Он играл и на балалайке, он играл и на скрипке. Здесь в доме любили белорусскую песню. Особенно любила петь мать Ефросинья Михайловна. Она знала столько народных песен, что затем ее сын в 1923-1926 годах записал тексты этих песен и издает народные песни в 1928 году. Вот такой сборник народных песен его матери. Свою писательскую деятельность Максим Горецкий начинал с небольших заметок и эфильетонов. Печатался в газете «Наша Нива» и подписывался псевдонимом «МБ» и «Беларусь». В 1913-м в «Нашей Ниве» публикуют и первый рассказ писателя «Улазни». В учень опошнего класса Каморнийского училища, казенный степендиант Клим Шамонский, калядом проехал у двору и уже другие тыдень жил у батьковой хати у родной вёсы Мордолысове. Якраз у 31-й день снежня перед Новым годом дядька Якуб домяуша свою пяньку выпали у лазню, которых у Мордолысове на 25 двору есть ажно две. Через год вышел первый сборник произведений автора «Рунь», который он впервые подписал своим настоящим именем – Максим Горецкий, а потом началась Первая мировая. Писатель добровольцем ушёл на фронт, был ранен. Тема войны стала особой в его творчестве, с привкусом горечи, с познанием себя и тех, кто рядом. Все то, что он видел, все свои фронтовые наблюдения, впечатления, переживания, он заносил в дневник. Впоследствии записи эти легли в основу его художественно-документальной повести на империалистической войне. Кстати, это произведение стоит в одном ряду с севастопольскими рассказами и «Войной и миром Льва Толстого», с произведениями Эрих Марии Ремарка, Эрнеста Химмонгея, то есть тех представителей мировой военной прозы, которых относят к так называемому потерянному поколению. И вообще же Максим Горецкий является родоначальником жанра военной прозы в белорусской литературе. В первую очередь его интересовала судьба своего народа, судьба человека, а также в особенности психология персонажа, которая трансформируется на войне, и всё скрытое в человеке и выходит на поверхность. Такое направление его деятельности во многом предопределило дальнейшее развитие жанра военной прозы в белорусской литературе, в частности, описание Великой Отечественной войны Василием Выковым. Запякло на сердце, коли тягник подыходил до станции, нудной, быцем тая уже казарма. В окол – жоутое, голые пустыры. Усё залито нудную грчанёю. Усё сонное, пыльное, тихое. Выходи, як на покуту. Максим Горецкий творил во времена Золотого века белорусской литературы, был знаком с Янкой Купалой и Якубом Колосом. У писателя была интеллигентная творческая семья. 16 июля 1919 года он женится с Леонилой Чернявской. Она тоже известная личность. Она пишет детские оповедания и верши, каски именно детям. Помимо всего прочего, Максим Горецкий также был учёным-литературоведом, языковедом. После Октябрьской революции умеется и младшим братом Гаврилом, который, кстати, тоже учёный, и был одним из первых академиков Белорусской академии наук. Максим Горецкий издал «Русско-белорусский словарь». Этот словарь, в принципе, стал первым белорусским словарём такого рода, и это, в общем-то, была первая работа горецкого учёного как лексиографа. В 1920 году Максим Горецкий издал первую историю белорусской литературы, а в 1922-м дополнил её хрестоматией, куда поместил очень интересные художественные тексты. В частности, здесь же был помещен перевод самого Максима Горецкого слова «Полку Игорева», который признан лучшим переводом этого произведения на славянские языки. 30-е прошлого века. Время страха, время трагедий. Оно не прошло мимо судьбы Максима Горецкого. В 1930-м писателя обвиняют в контрреволюционной деятельности и на пять лет ссылают в Вятку. В это время, несмотря на всё, Максим Иванович успевает написать свой роман «Виленские коммунары» об установлении советской власти в Бильнюсе. Он пишет эпопею «Комаровская хроника». Это о жизни белорусского народа и основных важных социально-политических событиях, которые происходили в нашей стране на рубеже 19-20 веков. И последнее его произведение – это «Скарбы життя». Это трагическая исповедь, в которой Максим Горецкий описал всё то, что произошло с ним в последние годы жизни. Это и аресты, и допросы, и безосновательные обвинения, и тюрьма, и дорога в неизвестный мир. Сам автор называл это произведение «Лебединой песней», потому что писал уже её с предчувствием того, что она последняя. В 1937-м Максима Горецкого арестовали во второй раз. Через год расстреляли. На запрос Леонила Чернявской о дальнейшей судьбе мужа ей выдали справку о его смерти от кровоизлияния в мозг в марте 1939-го. Поддельную, разумеется. Настоящая дата смерти писателя станет известна через много лет. Настоящая же дата смерти писателя стала известна лишь спустя 54 года. В настоящем свидетельстве о смерти указано, что Максим Горецкий умер 10 февраля 1938 года. Причина смерти – расстрел. Место смерти неизвестно. До своего 45-летия Максим Горецкий не дожил 8 дней. В конце 1957-го Максима Горецкого полностью реабилитировали. Максим Иванович оставил своим потомкам такой наказ – «Ах, верую, свое я войма святого усимном отрожжения», смысл которого – делать все возможное и даже невозможное в благородном деле возрождения национальной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok